Данный материал содержит элементы рекламы. Это фраза, она мне нравится, потому что утро, которое новое, оно всегда доброе. Согласен, будем надеяться, действительно, и у вас так же. Приветствует вас Таис Розумовская. И Дмитрий Спиваков, и наш неиссякаемый оптимизм. Хорошие новости прилетают. Начинаем выпуск с действительно прекрасных новостей, ну, для тех прекрасных, у кого есть биометрические паспорта. Италия включила Молдову в список Д. Это означает, что молдавским гражданам с биометрическим паспортом больше не нужно обосновывать цель своего визита в Италию. А что, раньше надо было? Ага. Ага, я себе представляю, вы зачем в Италию приезжаете? Винишко попить годится? Проходите. Нет, там было более серьезно, к сожалению, поэтому это было осложнено. По прибытии в страну путешественники должны 5 дней находиться в карантине. Для въезда в Италию гражданам Молдовы необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или антиген-теста на ковид, сделанный не ранее, чем за 72 часа до приезда. Кроме этого, все путешественники должны заполнить форму санитарного контроля Passenger Locator Form. А уже по прибытии в Италию граждане должны 5 дней находиться в карантине, после чего сдать повторный тест на коронавирус. Ну а детям до 6 лет сдавать ПЦР-тест нет необходимости. Но и такие правила, они действуют вплоть до 30 августа. Какими будут после этого правила, пока неизвестно. Да, то есть если вы собираетесь в Италию в отпуск, допустим, то рассчитывайте, что 5 дней вам по-любому придется посидеть там в карантине. Запасайтесь опирольчиками, хамончиками и наслаждайтесь жизнью. Люди, они, знаете ли, как книги. Кто-то букварь, такой простенький, долго не почитаешь. А кто-то война и мир. Да, 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 где вчитаться можно, описание дуба на 30 страницах. Монументальненько. Да, да. В общем, необычная идея превратить человека в книгу придумана в Дании общественной организации «Прекрати насилие». Создатели «Живой библиотеки» и международного движения, призванного соединить людей через повествование об их жизни и полученном опыте, успешно работают в этом направлении уже много лет. Как работает эта система, расскажем вам далее в сюжете. «Живая библиотека» – место, где вы можете задавать сложные вопросы и получать искренние ответы. В 2000 году в Копенгагене появилась организация, которая сумела создать первую такую библиотеку. Сегодня создание подобных мест практикуется во всем мире – в университетах и пабах от Чикаго и Туниса до Эдинбурга и Сан-Антонио. Вы можете поговорить с беженцем, солдатом, который страдает от посттравматического стрессового расстройства, бездомным человеком, женщиной, которая живет с ВИЧ. «Живая библиотека» заставляет людей подвергать сомнению свои предвзятые взгляды на ту или иную тему, узнавать правду и учиться у кого-то, формировать истинные суждения, а не навязанные обществом или традициями. У человеческой библиотеки есть даже свое постоянное книгохранилище в Копенгагене. Здание и окружающий его читальный сад специально предназначены для встреч книг, библиотекарей и читателей. Помимо Дании, Human Library действует в 80 странах, включая Канаду, Австралию, Японию и Великобританию. В прошлом году список пополнился Мадагаскаром. В России библиотеки работают сразу в нескольких городах. До пандемии коронавируса принципы работы проекта в ней сильно отличались от классических библиотек. Вы приходите, получаете читательский билет, смотрите каталог, выбираете книгу и читаете ее в течение определенного времени. Только в данном случае книга – это человек, а чтение – это разговор. Все встречи имеют четкий тайминг – время начала и окончания встречи, включая заранее оговоренные минуты на перерыв. Мероприятия могут быть камерными до трех человек или же рассчитанными на небольшие классы. Последний формат особенно часто используется для общения на острые темы со школьниками. Встречи всегда предшествуют обучению книг и читателей, чтобы те и другие лучше понимали свою роль в диалоге, знали, как реагировать на провокационные высказывания, выучили стоп-жесты, по которым находящиеся в зале библиотекари поймут, что ситуация требует их участия. При этом основатели проекта подчеркивают, что нет вопросов, которые нельзя было бы задать, если они задаются с уважением и искренностью. Темы встреч формируются локальной командой библиотекарей на основе текущей повестки дня. Как правило, выбираются наиболее стигматизированные общественные группы. Например, в России многим были интересны такие живые книги, как «Полицейский», «Выпускник детского дома», «Православный священник», «Слабослышащая». В других странах таких тем не было. Зато бестселлерами становились разведенная женщина, беженец, человек с психическими особенностями. Со своей основной задачей – развеиванием предрассудков и развитием взаимопонимания у непохожих людей – библиотека справляется вполне успешно. Например, в одном из венгерских чтений в качестве книги принимал участие скинхед из Словении. После мероприятия его радикальные взгляды начали меняться. В этом и суть организации – наказать, что ни одного человека невозможно описать лишь одним словом. Такие библиотеки стремятся показать людям, что вы действительно не можете судить о книге по ее обложке или названию. Вот раньше из чего поделки делали? Из чего? Из шишек, палочек, разных листиков, цветочков. Да, бумажки, пластик. Ну, то есть самые-самые предельно простые материалы. Но вот сейчас прогресс дошел и до рукотворчества. Сейчас набирает популярность 3D-поделки. Что это такое? Смотрите сами. Умение работать 3D-ручкой – must-have современности. Даже дошколята в детском саду освоили этот уникальный предмет. И теперь делают не пластилиновых заек, а вот такие 3D-телефоны. Но разве это не повод освоить модный гаджет? Тем более он пригодится не только для поделок, но и выручат в совершенно разных ситуациях. Посмотрите, что придумали интернет-умельцы. Это вот все, что вы видите – это моя огромнейшая коллекция 3D-фигурок. Ленитти в парикмахерскую? Пару секунд и удивленные взгляды в вашу сторону обеспечены. Прическа, взрыв на макаронной фабрике – классика на все времена. Можно сделать что-то попроще, например, резинку для волос. Или посложнее – вот такое дизайнерское кольцо. Украшение в одном экземпляре и на один вечер дольше точно не выдержит. Зато красиво. И дизайн идеально подходит к моему образу. Или такая ситуация – прохудилась любимая обувь. Не проблема, если под рукой все та же 3D-ручка. Починить, зашить, обновить. Да в конце концов сделать новую пару. Правда, вряд ли в ней удастся куда-то пойти. А вот набрать нужное количество лайков – легко. А вот это – новое слово в косметологии. О силиконовых губах слышали, а о пластиковых ресницах пока нет. Но, как говорится, голь на выдумке хитра. Ну, нет у вас возможности нарастить ресницы. Ничего, приклеивайте эти и смело идите на карнавал. Ресницы моей мечты. Такие же большие и яркие. Правда, кажется, что 3D-ручка – вершина технологии. Как бы не так. Внимание, 3D-принтер. И то, что можно сделать с его помощью, уже и подделками-то не назовешь. Натуральный мебельный гарнитур. Или настоящий дом. Все это уже давно не фантастика. Посмотрите, что реально существует у нас в России. Этот дом мы возвели за 24 часа. Но одно дело – пластиковые предметы, а другое – продукты питания. Вы удивитесь, но их можно напечатать. Думаете, шутка? Вовсе нет еда на 3D-принтере. Уже существует пицца, бургеры, десерты и даже икра. Выглядит как настоящая и стоит столько же. Интересно, а в чем тогда ее смысл? Мужчина, который ходил по улицам Лондона с тавличкой, ищу девушку. Но не в том плане, что какая-то конкретная потерялась. А в том плане, что он одинокий, холостой, искал себе спутницу жизни. Так вот, наконец-то нашел, объявляет, что женится. Тиндера нет на него. И всяких прочих приложений. Человек-ретроман. Это да. Адам Саньо, так зовут нашего героя, расстался со своей девушкой, с которой они встречались долгое время, и переехал в 2015 году в Кембридж. В свои 26 лет, всего-то в 26, он ходил по Лондону и Кембриджу с огромной табличкой, на которой была надпись «Привет, незнакомка, меня зовут Адам, и я ищу девушку». В рамках своего социального эксперимента он также провел кампанию в соцсетях с видео и хэштегами. А ты говоришь, тиндера на него нет. Сейчас 32-летний Саньо, обрученный. В октябре он женится на своей 26-летней невесте Эстер. Со своей будущей женой он познакомился более традиционным способом. Эта табличка ему не помогла. Познакомился он с ней на вечеринке. Спустя 9 месяцев, которые провели вместе во время локдауна, пара решила пожениться. Случайно ли это совпадение? 9 месяцев локдаун, решили пожениться, а? Думаю, нет. Как раз вот созрел плод их любви. Решение о браке. Японский дизайнер Яшимаса Такакура со своей командой создал кимоно в честь каждой страны участницы Олимпиады. И всего получилось 206 нарядов. Над проектом трудились более 6 лет. Целью проекта стало знакомство мира с Японией через классический костюм и сближение стран, которые участвуют в Олимпийских играх. Комплекты включают в себя элементы национальных историй и культур. Прежде чем заняться отбором узоров и рисунков, команда дизайнер внимательно изучала культуру, климат и природные условия каждой страны, чтобы вручную вплести их в ткань нарядов. Как все-таки, знаете ли, приятно было смотреть на девочек лет 15 назад. И не в том плане, что я уже старый, мне неинтересно. Нет, не в этом плане. Но в том плане, что раньше, когда девочка хотела понравиться мальчику, что она надевала? Юбочку и каблучки. Правильно. И так смотришь сразу на ножки, такой, ох, приятно-то как глазу. А сейчас что? Сейчас немножко все поменялось. Каблуки это уже не обязательный атрибут для выхода куда-нибудь в город или, например, на какое-нибудь торжественное мероприятие. Сейчас очень актуально такое комбо, как платье и кроссовки. И, как заверяют специалисты, это уже вечный тренд. Ну да, будем надеяться, что... Потому что, честно, не просто в красоте дело, а в удобстве. Действительно, это суперудобно. С удобностью. Вот насколько эстетично и элегантно смотрятся женские ножки, заточенные в каблучки. Ладно, ладно. Но сейчас мы говорим все-таки про спортивную обувь. Не все модели платьев хорошо сочетаются с ней. И что же советуют стилисты на этот счет, мы расскажем далее. Современным женщинам хочется оставаться нежными и элегантными. Но ритм жизни зачастую не позволяет целый день носить каблуки. Именно поэтому стало возможным сочетать платье с кроссовками. То, что мир кроссовок многообразен, все знают. Но как подобрать к ним платье и быть органичными в этом образе? Чтобы последний месяц лета был по-настоящему удобным и красивым, предлагаем несколько простых и стильных нарядов, которые точно помогут при выборе образа на романтическую прогулку или встречу с друзьями на летних улицах вашего города. Высокие кроссовки и актуальный стиль 90-х можно обыграть коротким приталенным платьем на тонких бретелях и оверсайз джинсовкой на случай, если станет прохладно. Наполните образ легкими локонами или наоборот соберите волосы в небрежный хвост и завершите наряд крупными серьгами-кольцами. Если решите пойти так на вечеринку, обязательно присмотритесь к ярким и сочным оттенкам теней. Летящее платье – это всегда романтика. А если добавить классику в виде скейтерских кроссовок, то настроение лета получится передать на все 100%. Для теплого сезона идеальным выбором станет платье-комбинация с открытой спиной или платье-халат. Но обязательное условие – разрез. Ведь когда, как не летом, открывать ноги. Платье Baby Doll – беспроигрышный вариант для теплого сезона. Самое простое сочетание – короткое платье ярких или пастельных оттенков свободного кроя с пышными рукавами и белые кроссовки. Можно на толстой или массивной подошве. Прическу в данном случае стоит выбирать сдержанную – либо аккуратно собранные волосы, либо распущенные. Короткое платье-футболка с белыми кроссовками и высокими носками – вариант на случай, если вы собираетесь весь день провести в делах и встречах с друзьями. Показать максимальную степень расслабленности и отпускное настроение поможет белое платье свободного кроя, которое вы можете сочетать с любимой парой кроссовок. Если это вечер пятницы или долгожданной субботы, то беспроигрышным вариантом будет облегающее платье из хлопка с объемным блейзером или косухой. В таком образе вы успеете пропустить пару коктейлей в любимом баре и элегантно побежать на любое яркое событие этого лета. В интернете можно увидеть смелые луки, сочетающие кроссовки со свадебным платьем. Пышность, длина платья не имеют значения. Если уж вы собрались поразить родственников и гостей, скомбинировать удобную обувь можно с любым свадебным нарядом. Такой образ отлично подойдет для фотосессии, где жених и невеста будут в кроссовках или кедах одинакового цвета. В этих снимках прослеживается идея. Да, мы создаем семью, но остаемся в душе детьми. Если нужен именно этот эффект, кроссовки или кеды могут быть яркими, красными, желтыми, зелеными и непременно сочетаться с какой-то деталью платья и аксессуаром жениха. Теперь с молотой арабикой. Богатый аромат. Новый вкус пробуждает все ваши чувства каждое утро. Раскройте все богатство вкуса и аромата нового Нескафе Классик. Теперь с молотой арабикой. Данный материал содержит элементы рекламы. Генеральный спонсор показа Нескафе. С детства она занималась художественной гимнастикой, а вот в 14 лет была приглашена на пробы в кинофильм «Посредник» Владимира Потапова, в котором позже и сыграла главную роль. После школы поступила в школу-студию «МХАТ» и в том же году стала актрисой театра имени Владимира Маяковского. Олеся Судзиловская, советская и российская актриса театра кино-телеведущая. Сегодня в нашей программе ее счастливый случай. Все, можем. Да, давайте. Она действительно может все. Олеся Судзиловская, актриса, телеведущая, спортсменка, комсомолка, а главное – красавица. Женщине трудно в актерской профессии. Красивой женщине трудно в войне. Ею будут восхищаться, любоваться, завидовать, но вот воспринимать всерьез. И для того, чтобы доказать свою профессиональную состоятельность, всегда нужен счастливый случай. Хотя добиваться чего-то в этой профессии, она вовсе не собиралась. Олеся Судзиловская родилась в Зеленограде, в далекой от искусства семье. Родители-инженеры, вокруг ни одного актера. Папа любил спорт и видел в дочери исключительно спортсменку. Поэтому в 4 года привел ее в гимнастику. И она до сих пор помнит первые слова своего тренера. Для чего вы сюда пришли? Ну, кто-то говорил, у меня мама привела, я на шпагат хочу сесть. И она говорит, вот все вот эти поднялись и ушли. И здесь останутся только те, кто хочет стать чемпионом. А она хотела. Потому что такой характер. Быть всегда и во всем лучшей. Она и в школе была первой отличницей и гордостью класса. Я стала командиром отряда. В общем, потом дружиной. И на каких-то смотрах песни и строя мы выигрывали всегда первые места. Все бы хорошо, одно плохо. С самых ранних лет никто не верил в то, что она сделает хоть какую-то успешную карьеру. Скорее всего, выскучит замуж и забудет все свои таланты. Уж слишком красиво. Вон, мальчишки за нее целые побоища устраивают. Молодая и глупая. Я не понимала, что за мной ухаживают, что я должна предпочтение кому-то отдать. А мне нравилось дружить со всеми. Я была в тусовке, а нужно было выбрать мальчика. И за то, что я этого не делала, они мне все вместе сначала варежки подожгли. В пальто, а потом в двери. Но она не обращала внимания на юных донжуанов. Олеся помнила слова своего тренера по гимнастике и стремилась быть лучшей. К слову, в этой дисциплине она стала кандидатом в мастера спорта. До следующей ступени не хватило чуть-чуть, как будто сама судьба перехватила ее. И совершенно случайно, как всегда и происходит что-то важное, Олеся оказалась на кинопробах. Мы меня нашли во время сборов. Я туда ехать не хотела. На эти пробы они меня отвлекали от моей главной обязанности, от моей основной цели. И когда я оказалась на пробах, нужно было заплакать. Я подумала, что за бред. Я, в общем, просто это не умела делать. Это было непрофессионально. Мне было 14 лет. И вот он, его величество, случай. Режиссер, желая помочь перепуганной девочке вжиться в роль, ткнул пальцем в небо и попал в болевую точку начинающей актрисы. Представь, что у тебя умерла собака, значит, вот как бы ты реагировала. А так как это было сопряжено с реальной моей жизнью, действительно, у меня погиб мой друг, любимый Кузя, рыжий наш пес. Ну, видимо, я изревела из-за этого. А через год вышел фильм с удивительно тонкой и красивой актрисой Олесей Судиловской. А где все? Кровь. Да. Она не проснулась знаменитой, но не заметить такую красавицу было просто невозможно. Олесю пригласили в театрально-спортивную постановку, начали снимать в рекламе. И тогда ее мама решилась действовать. Она отвела меня в театральный институт за руку, нашла какой-то коммерческий, потому что уже были все экзамены сданы в обычные вузы. Я поступила в коммерческий вуз, отучилась в социальном университете как актриса три года. И потом вот перевелась во МХАТ. Казалось бы, вот и все. Будущее красавицы в кино и на театральных подмостках предопределено. Однако именно ее внешность сыграла с ней злую шутку. Педагоги ни в какую не видели в ней актрису. Целый год она была вольным слушателем МХАТа. А когда ее все-таки зачислили в студентке, стали давать однотипные роли недалеких милашек. Олеся сыграла роль несчастной забитой учительницы в пьесе Людмилы Петрушевской. Спектакль произвел эффект разорвавшейся бомбы. В этом образе ее не узнала даже мама. Что уж говорить об однокурсниках и преподавателях, которые всегда считали, что ее антураж – это каблуки, бриллианты и толпы воздыхателей. А оказалось… Чем страшнее, чем грязнее, чем сложнее обстоятельства вокруг во время процесса, тем интереснее. С этим девизом Олеся и шагнула из театрального вуза прямо на широкий экран. Сыграв в культовом мусорщике, она стала иконой авторского кино того поколения. Ее имя зазвучало. Кстати, как вас зовут? Оля. Коля. После этого был полюбившийся зрителям сериал «Остановка по требованию», который сделала Судиловскую одной из любимых народных актрис. А потом еще десятки кино и театральных ролей. Сегодня Олеся Судиловская – желанная гостья в кино и на телевидении. Она ведет программы и снимается для глянцевых журналов. Потому что остается одной из самых красивых актрис российского экрана. Но теперь это ее сильная сторона. Хорош. Человек не может хорошо думать, хорошо любить, хорошо, что еще, спать, если до этого он хорошенечко не поел. Да и вообще, ты знаешь, вкусно позавтракать – это отдельный праздник жизни. Но именно поэтому специально для вас в нашем эфире кулинарный рецепт от бренд-амбассадора наших партнеров – сети магазинов «Максимум» Думитру Бойку. Всем доброе утро! С вами вновь Думитру Бойку. Немного подзагоревший, правда, чуть-чуть, но знаете, отпуск, как говорится, работа работая, отпуск по расписанию. Вернувшись новыми силами, хочу поделиться с вами историями про то, как я классно отдохнул. Был я у наших замечательных соседей в Румынии. Много чего интересного там повидал, у меня была уникальная возможность побывать и в горах, и на море. И я, конечно, абсолютно впечатлен, потому что до этого я был только в Бухаресте, буквально несколько дней, так, проездом туда-сюда. А тут оказалось, что, как бы, вот есть целая неделя. И это очень, конечно, впечатляет, когда ты буквально за два часа можешь добраться и до Брашова, посмотреть, побывать в горах и, собственно говоря, через два часа быть еще на море. Ну, короче, это все очень впечатляет. Так вот, на Черноморском побережье Румынии ходят на пляже, ходят продавцы, постоянно что-то предлагают купить. Это обычно какие-то ковриджей, они так называются, и порумб. Конечно же, кукурузу они там готовят, и сейчас просто весь пляж Констанции, где я был, он, конечно, хлещет продажи кукурузы и все, что с этим связано. И на самом деле, я тоже очень люблю кукурузу, и решил показать вам на этой неделе три рецепта на базе кукурузы, как готовлю ее я, и что вообще из нее можно приготовить. Потому что, понятное дело, что ее можно отварить и потом, ну, не знаю, там, или пожарить, например, на костре и прочее, и прочее. Хочу чуть-чуть расширить ваши вкусовые горизонты и показать, как кукурузу готовлю я. Итак, сегодня наш первый рецепт. Нам понадобится... Кукуруза у нас, слава богу, есть сейчас. Нам понадобится молодая, молодая кукуруза. Я ее варю так же, наверное, как ее и варят все, в немного слегка подсоленной воде, так как меня учила моя бабушка. Причем, я до сих пор помню, моя бабушка варила кукурузу всегда... Мы всегда варили большое количество кукурузы, знаете, огромное, в казане. И я вот до сих пор помню, что моя бабушка всегда выстилала дно и верх, покрывала верх кукурузы. Вот, собственно говоря, вот этими вот лепестками я сделал точно так же. Ну, не прям, не точно так же, конечно, у меня не казан. Но вот я накидал сюда и лепестки, и вот эти вот, я не знаю, как правильно называются, волосики кукурузные или как, в общем. Кто ботаник, поправьте меня. Отвариваю кукурузу в подсоленной воде, в большом количестве воды в подсоленной воде вместе вот с этими штуками, потому что мне кажется, что не зря тогда наши бабушки делали так, потому что это, наверное, более ароматный, но более насыщенный вкус кукурузы. Единственное, что я хочу сказать, что кукурузу не нужно варить полностью. То есть кто-то любит прям, чтобы она вот разлеталась, разлеталась, а я, так как мы ее будем потом обжаривать на гриле, я рекомендую вам приготовить до полуготовности. Как это понять? Ну, конечно же, как понять? По ножу, по стариночке. Берете нож, как бы протыкаете кукурузу и понимаете, готова она или не готова. Она у меня тут уже варится. Ой, у меня она уже готова. Чудесно. Итак, кукуруза готова. Что нам теперь понадобится? У меня есть классная сковородка от бренда Rondel. Вообще, на самом деле, у нас здесь максимум представлено много классных сковородок. В том числе и от этого замечательного бренда есть здесь сковородка Гриль. Она мне тоже очень нравится. И мы с вами после варки кукурузы, понятное дело, что как бы сейчас может быть история про то, что вот мы там на природе, кукурузу, на огне, понятное дело. Ребята, все это здорово, конечно, я понимаю, но мы с вами не на природе и не на огне. Мы с вами в студии или в данном случае вы на кухне, правда? Поэтому, если у вас есть сковородка, вооружайтесь сковородкой. Если сковородки нет, ну, не знаю, разжигайте костер, что ли, на кухне, ну, как-то так. Мы с вами разогреваем сковородку рядом прямо с кастрюлей, потому что нам нужно сохранить температуру, не охлаждать кукурузу, а мы будем ее прямо жарить горячей. Поэтому вооружитесь какими-нибудь классными щипцами и будем сразу же перекладывать. Сковородку нужно нагреть очень хорошо, загрилить очень хорошо, буквально с каплей, я бы сказал, даже вы знаете, чуть-чуть, ну, только так, смеха ради называется это такая история, буквально чуть-чуть оливкового масла, это для колера нужно. Тем временем, пока мы с вами будем грилить кукурузу, мы все контролируем, все процессы, это же не просто, ну, это же, в смысле, не просто, это же не сложно. Кукуруза жарится, кукуруза здесь варится, здесь разогревается сковородкой. Нам нужно с вами приготовить очень классный, очень вкусный, я не могу сказать, что это соус, потому что это такая смазка, смазка кукурузы, которая будет потрясающе сюда подходить. Нам для этого нужно всего лишь три ингредиента. Абсолютно простые, можно идти в любом магазине, но при этом они вашу кукурузу делают невероятно интересной, очень вкусной, интригующей, совсем и немного необычной, скажем так. Мы с вами приготовим наш волшебный, очень-очень легкий соус. Что нам для этого нужно? Мы возьмем с вами кусочек сливочного масла. Помните о том, что когда вы работаете со сливочным маслом, обязательно добавлять немного растительного. Я каждый раз об этом говорю, там, ну, за умными фразами о том, что температура, плавление у масла такая, у этого такая. Ребята, просто запомните, сливочное масло сгорит к кукурузным попкорнам, понимаете? Чуть не высказался нецензурно на телевидении. Оно просто сгорит. Ну, то есть, как бы, растительное масло, оно его немного придерживает, чтобы оно не сгорело. Но сливочное масло нам очень нужно, потому что оно отвечает за вкус в том числе. Поэтому мы с вами берем сливочное масло вместе с растительным, немного их соединяем, разогреваем их в сотейник и кидаем туда, безусловно, несколько веток классного, ну, хорошего такого тимьяна. Прямо щедрую, щедрую, щедрую ветку, не стесняйтесь. Тем временем наша сковородка разогревается. Посмотрите. Она уже прям достаточно горячая. Но я люблю, знаете как, я люблю, чтобы прям был дым. Вот когда дым как бы пойдет чуть-чуть, слегка, тогда можем понимать, что как бы все у нас хорошо. Итак, есть. Вооружаемся с вами щипцами. Чуть-чуть мы с вами ее вот сюда вот поставим, на дощечку, чтобы она немного убрала от себя влаги, потому что вы знаете прекрасно, если мы сейчас влажную кукурузу сюда с каплями в масло, будет у нас стрельбище тут настоящее, поэтому мы не будем так с вами поступать. Мы с вами люди продуманные, хозяйственные и самое главное наученные опытом. Я сделаю две с вашего разрешения, чтобы так красиво смотрелось у нас в кадре, а остальное я доготовлю, дожарю потом и мы с удовольствием ее съедим. Есть. Смотрите, у нас масло топится. Помните о том, о чем я говорил, что тимьянчик у нас немного стреляет? Мы с вами берем чуть-чуть соли, совсем чуть-чуть. Зажариваем нашу кукурузку на гриле, буквально слегка. Я готовлю тарелку для сервировки и пока я ее готовлю, я вам рассказываю, конечно же, о том, что обязательно нужно сделать на этой неделе в том числе. Это обязательно нужно быть внимательным к нашим официальным социальным сетям Maximum.md на платформе Facebook, Instagram, YouTube и TikTok, где мы публикуем много чего классного и интересного. Поэтому не забывайте обязательно следить за нашими официальными сетями, потому что мы за ними следим, мы участвуем в их жизни, поэтому и вы тоже к нам присоединяйтесь и будет вам счастье. Наш соус готов, посмотрите, он растопился. Здесь есть тимьян, здесь есть сливочное масло и растительное масло. И, конечно же, мы с вами чуть-чуть для кислоты добавляем сок лимона. Буквально чуть-чуть, не нужно много, достаточно буквально несколько капелек. И тогда весь вот этот вот жир, который есть у нас, сливочный, даже не жир, а такой сливочный вкус, очень насыщенный с тимьяном, он немного схлопнется и будет, кукуруза будет такой слегка свежей. Вот о чем я говорил, когда я люблю кукурузу, чтобы она прям подгорела, видите, чтобы сковородка дымилась. Добавляем чуть-чуть лимона. Отлично. Ребята, я заканчиваю уже, потому что время поджимает, нам нужно схлопывать программу, но суть вы поняли. После того, как вы возьмете кукурузу и выложите на тарелку ее, смажьте ее этим соусом. Давайте я вам покажу, я просто хочу, чтобы она красиво выглядела в кадре, ну вот, пускай будет вот так, вот я потом ее доделаю. Отлично. Возьмите соус и смажьте ее щедро сливочным соусом с тимьяном и медом. А если у вас есть еще немного пармезана, ребята, поверьте. Кстати, где-то я помню давно читал о том, что в кукурузе содержится золото, поэтому вот оно, ваше золото на тарелке. Меня зовут Дмитрий Рубойко, я желаю вам отличного дня в продолжении. Следите внимательно за нашей программой, у меня еще много интересных кукурузных рецептов для вас предусмотрено. Всех крепко обнимаю, не забывайте отдыхать. Пока! Генеральный спонсор показа Нес Кафе. Новое утро Новый кофе Нес Кафе Классик Теперь с молотой арабикой Богатый аромат Новый вкус пробуждает все ваши чувства каждое утро. Раскройте все богатство вкуса и аромата нового Нес Кафе Классик Теперь с молотой арабикой Данный материал содержит элементы рекламы Очень интересные исследования в последнее время зреют в лабораториях ученых В геномах человека и кошки оказалось гораздо больше сходств, чем в сравнениях человек-собака и человек-крыса Женщина-кошка, наверное, участвовала в этом геноме Об этом заявили ученые из университета Миссури Вот тут у меня вопрос Что значит, Гена? То есть, знаешь, как мужики-коты Они нагадили и уходят Да, но вот поэтому и сходство обнаружено За исключением приматов Сравнение кошки и человека Это одно из самых близких, которые вы можете получить Вот что заявил автор исследования Лесли Лайенс Ученый-ветеринар, специализирующийся на генетике кошек Лайенс отмечает также, что кошки гораздо эффективнее собак или крыс Могут использоваться для исследования болезней Ну и далее цитата Поскольку мы обнаружили, что, возможно, у кошек более похожий интервал между генами То, возможно, это поможет нам расшифровать, что происходит с людьми То есть, с людьми они поговорить не могут разобраться в этом, да? Подключить психологов и психотерапевтов Здорово имеется в виду Ладно, идем дальше Работа с приматами обходится дорого Но доступность кошек и послушный характер Делают их одними из наиболее подходящих животных С которыми можно работать, чтобы понять геном человека Считают исследователи Ты знаешь, прям интересное исследование Я всегда, кстати, читала, что в женщинах и кошках очень много общего Конечно же, твоя нелюбимая тема Но действительно, кошки считают, что мужчины, ну, то есть, человек Должны роиться вокруг них и все для них делать Да, главное, чтобы женщина, точно так же, как кошка, не считала, что ее единственная задача – это поспать и поесть Да, это правда Но еще и поласкаться, и хозяина своего обрадовать А, то есть три составляющие – поласкаться, поспать и поесть Вот, теперь все точно Ладно, вообще, я думал, это обычно мужская прерогатива Ладно, в общем, каким будет ваш день? Будете ли вы ласкаться, есть и спать? Или, помимо этого, все-таки, знаете ли, нет-нет, что-то делать придется? Об этом, как всегда, в астрологическом прогнозе Овен Отличный день для деловых переговоров О своих идеях и планах вы рассказываете так, что помочь в их осуществлении захочет каждый Можно найти не только надежных союзников, но и настоящих друзей Телец Подходящий день для того, чтобы проявлять инициативу и браться за что-то новое У вас многое получается отлично Часто вы справляетесь с тем, что не удалось другим Не последнюю роль тут играет везение Вам удается оказаться в нужное время в нужном месте Близнецы Благоприятный день для общения Старайтесь внимательно слушать даже тех, чьи слова обычно не заслуживают доверия Есть шанс получить полезную информацию А раньше других найти что-то важное Хорошо проходят любые деловые переговоры Рак Вряд ли день обойдется без разногласий Кажется, что окружающие спорят с вами, даже когда вы говорите очевидные и общеизвестные вещи Старайтесь не терять душевного равновесия и доброжелательности Лев Вы витаете в облаках Старайтесь смотреть на вещи реалистично Тогда вы наверняка заметите возможность реализовать какой-то давний план Добиться исполнения сокровенного желания Держитесь подальше от тех, кто предпочитает строить иллюзии, а не действовать Дева Многие дела сегодня отнимают больше времени, чем обычно Учитывайте это, когда будете строить планы Хорошо, что рядом есть люди, готовые помочь Огорчает, однако, что они не всегда делают то, что нужно Приходится все контролировать Весы Дел много, но вы совсем отлично справляетесь Удается правильно расставить приоритеты, поэтому вы не тратите время на пустяки Не зацикливайтесь на том, что не имеет значения Легко и приятно делать что-то полезное для других Вы с удовольствием помогаете тем, кто оказался в сложной ситуации Скорпион В первой половине дня может быть трудно договориться даже с давними партнерами Что уж говорить о новых Часто проще и эффективнее действовать самостоятельно, чем искать союзников, на которых можно положиться Вероятно, небольшие финансовые потери Стрелец День приносит много необычных идей и важных открытий Некоторые стрельцы почти случайно получат ответы на вопросы, о которых много размышляли в последнее время Возможен прогресс в деле, требующем тесного контакта с государственными организациями Оформление многочисленных документов Козерог Отличный день для деловых переговоров и обсуждения рабочих вопросов Все готовы прислушаться к вашему мнению Спорить не станут даже те, кто прежде готов был отстаивать свою точку зрения любой ценой Вероятно, заключение сделок, которые принесут большую прибыль Водолей День решения многих вопросов Удается навести порядок в делах, избавиться от того, что мешало двигаться вперед Становится ясно, чего стоит ждать от ближайшего будущего и что можно предпринять, чтобы добиться успеха Рыбы День приносит немало споров Порой они бывают довольно горячими Может показаться, что назревает серьезный конфликт И тут выясняется, что все дело в недоразумении, неправильно истолкованных словах И нет никакой причины ломать копья и портить отношения Старайтесь относиться к происходящему с юмором Это многое упрощает Наш Дмитрий Ставаков продолжает свои путешествия по Молдове И на этот раз он побывал в Чадерлунге Она встретила его с присущей гагаузом гостеприимностью В общем, Дима остался крайне доволен и привез много впечатлений Поэтому, если и вы свой маршрут на выходные продумываете, воспользуйтесь его советами Доброе утро! Вы, наверное, только просыпаетесь, а мы уже вовсю колесим по просторам нашей необъятной родины Сегодня мы приехали в район, где до Украины рукой подать А люди славятся каким-то особым гостеприимством Это район Чадерлунга Чем сейчас вообще дышит Чадерлунга? Есть ли развитие? Или вот как-то вот все застопорилось, как мы наблюдаем там в некоторых регионах Сейчас, чтобы пальцем не тыкать Вы знаете, так, чтобы на кого пальцем не показывать И не рассказывать сказки Я хочу сказать именно для жителей города Чадерлунги Наверное, я скажу правильно Каждый житель города Чадерлунги, он мечтает о том, чтобы это время поменялось Чтобы в конце концов обратили внимание на людей На город На отношение центральных властей к периферийным городам Таким, как Чадерлунга И не только Чадерлунга Это можно сравнить Это Единцы, Каушаны Неважно, да? Потому что все-таки в таких городах живут люди, которые строят нашу Молдову Которые участвуют в жизни Молдовы И которых игнорировать нельзя Вы, наверное, как никто другой знаете местных жителей Да Чем они отличаются от жителей всей остальной республики? Наверняка есть какие-то особенности Каждый город, районный центр Давайте вот сравнивать районные центры И такие города, как Кагу, Бельце, Кишинев Это действительно большие города А города районного масштаба Чадерлунга, Чемишле Это своеобразные города, где живут люди, которые Во-первых, очень любят свои города Они, если не уезжают, если они не уехали до сих пор Как многие все-таки уезжают Люди, которые именно здесь живут, остаются и до сих пор находятся здесь Которые платят налоги, которые имеют много проблем бытового характера Это и дороги, это и качественная вода питьевая Это и канализация в каждый дом То, соответственно, вы представляете, насколько у них сила духа Насколько у них любовь к своему городу Что они до сих пор работают И до сих пор они верят в завтрашний день И учитывая последние пару лет Все-таки, ну не пару, я не берусь говорить Там 3-5 лет Мы видим и по Чадерлунге, что все-таки дороги стали лучше Отношение местных властей стало намного лучше Наверное, проходит то время, когда шапка закидательства Или просто пустые разговоры будут проходить для людей Когда они работали Потихонечку, потихонечку мы это видим И жители города Чадерлунге видят Что все-таки слова не должны расходиться с делами Да, конечно, нет знака равенства еще Слова и дела Но уже есть какое-то движение к равенству В любом практически районе нашей страны Где мы уже успели побывать Мы слышим одну и ту же риторику О том, что молодежь, к сожалению, на местах не остается Несмотря на все попытки местных властей Как-то помочь им развиваться в спорте В искусстве, в любых направлениях Как обстоят дела в Чадерлунге? Я не берусь говорить, наверное, про север Молдавии Это уже я меньше там наблюдал за развитием спорта Но я думаю, где-то одинаковое во всех районных центрах Но Чадерлунга – это достаточно спортивный город Это достаточно в советское время Это был заложен фундамент на отношение детей На отношение людей к спорту Всем знаменитая Чадерлунгская спортивная школа бокса Школа бокса была из лучших в советское время Она конкурировала с Динамо Кишиневским Конкурировала с Бельцами Воспитанники этой школы ездили часто на соревнованиях Союзного масштаба Я сам воспитанник Чадерлунгской школы бокса Затем, конечно, баскетбольная школа, тоже Чадерлунгская Волейбольная школа, борьба Все это присутствует и до сих пор остается Но это все держится на людях, которые болеют за это На энтузиастах Сегодня больше развития получает футбол У нас есть наши Чадерлунгские команды Детские команды футбольные Строятся благодаря федерации футбола Все-таки выделяются средства Но не в виде денег, в виде покрытия В виде ворот футбольного инвентаря По школам, по образовательным школам Выделяются средства для строительства стадионов Небольших для мини-футбола Большой стадион у нас присутствует для футбола Наша команда Чадерлунгская с Оксан Была одно время в высшей лиге Молдавской Да, сейчас она не участвует по каким-то определенным причинам Но я очень надеюсь, что из-за того, что все-таки Детский футбол имеет развитие Соответственно, через какое-то время И уже взрослый футбол вырастет Поколение, которое в Чадерлунгу Выведет какие-то финалы Какие-то участия в лигах чемпионов Будем надеяться Да, будем надеяться Вам огромное спасибо за то, что в своем плотном графике Нашли время с нами поучаться Да, добро пожаловать в Чадерлунгу Конечно же, в самом начале хочется поговорить О истории этого городка Мы сейчас находимся около памятника Одному из основателей этого города Михаил Чакир А вот об этом чуть подробнее Прямо сейчас и расскажем Чем так значим для Чадерлунги этот памятник? Этот памятник на самом деле очень значим для нас Это напоминание о памяти Великого просветителя гагаузского народа Протерея Михаила Чакира Который в этом городе он родился В этом городе он вырос Но учился уже в Кишиневе Закончил в 1881 году Духовный семинарию И в том же году стал учителем Духовного училища мужского Я так понимаю, вообще его род относится К основателям города Чадерлунга? Да, его род Михаил Чакира Является основателем нашего города И от его рода отошло Или произошло, выросло Родилось более 100 священнослужителей Как мужского, так и женского рода То есть мужчины занимали Должности священников, диаконов Псаломщиков А девушки занимались учителями церковных И в училище преподавателями Как давно его вообще появился этот памятник? Потому что я так понял, что уже после непосредственной кончины После советской власти Когда все документы Были позволены их рассматривать Доступ к документам был позволен То и религия была свободная Исследование То Михаил Чакир Все документы о нем Начали возрождаться Начали смотреться в другом ракурсе Чем в Советском Союзе И поэтому Она сама по себе Выросла в том, что это солнце Как так случилось, что в принципе Михаил не являлся основателем города Но памятник Здесь находится именно ему Почему его фигура Именно настолько значимая Для Гагаузии Для Чедерлунги? Потому что Михаил Чакир Он трудился не только для Гагаузов Но и для молдаван Так как он издавал Книги В 1991 году Первого 20 века Которые помогали Гагаузской национальности Учиться русскому языку Грамматики Словарь Словарник он издал Букварь Помогал Так как он был смотрящим По всей Бессарабии И потом В свою деятельность Он попросил Министерство Российской империи Рашид Издавать и на гагаузском языке Также При условии, что Буквы будут русскими Словарь будут молдавские Или гагаузские То есть получается Мало того, что он издавал Книги на русском языке То еще их же Переводил на гагаузский На гагаузский На молдавский Также Помогая молдавскому народу Понять грамматику Русского языка А гагаузам Также Издавал газеты Которые предупреждал О различных сектах О различных опасностях Издавал книги Церковно-богослужебные Это литургия Которую мы до сих пор С ней пользуемся Частично Ивангель Которая Не бизнес-правление Сегодня служится по ней И другие службы Другие книги Которые Молитва слов На гагаузском языке Ветхий завет На гагаузском языке И другие книги Которые он издал В частной собственности Находится его могила Чтобы принести И сделать красивое место В центр духовности Города Чедрунги Если, например, в соседней стране Проходит процесс декоммунизации И некоторые очень знакомые Нам населенные пункты Оказываются обладателями Абсолютно новых названий В нашей стране Отношение к истории Тоже местами Весьма неоднозначное В центре Чедрунги Владимир Ильич В Золотом На вопрос местным жителям Почему именно так Они отвечают одно Какой бы ни была история Главное, это прекрасный Объект для туристов Первая часть нашего повествования О Чедрунге Носит такой Несколько исторический характер Именно поэтому Мы приехали в Краеведческий музей Города Чедрунга И по нему Сейчас для вас Проведем небольшую экскурсию Пойдемте Итак, наш рассказ о экспозиции Начнем, пожалуй Вот с этой Очень красивые вещи Это магнитофон-звезда Ну, точнее, радиоприемник Который работал на волнах Которые сейчас уже, пожалуй Вряд ли существуют Помимо этого Очень красивая трима Шкаф для одежды Коллекция монет Но есть и очень интересные Национальные вещи Например, это Праздничный костюм Середины прошлого века Мужской и женский Очень интересно это выглядит Помимо этого Конечно же Какие жители нашего региона Без специальных приспособлений Прессов для изготовления вина Конечно же Уголок в национальном стиле Ну и некоторые предметы Обихода С помощью которого Осуществлялся Быт тех времен Это примерно Середина прошлого века Ближе к началу Прошлого века Тут можно найти Очень много интересных вещей Это и глиняная посуда Это и корыта Которая Изготовлена из дерева Ну и помимо этого Всевозможные Сельхозинструменты Пару минут назад Мы вам рассказывали Про одного из родоначальников Города Чидерлунга Это Михаил Чекир Вот здесь Во-первых Можно увидеть его портрет А во-вторых Те книги Над которыми он работал И которые он издавал В частности Например Вот здесь книга Которая датируется 1910 годом И то что она Дореволюционная Можно увидеть Например По шрифту И по количеству Букв Ясь То есть Видно что написана Она на старорусском языке И помимо этого Есть еще один Очень интересный экспонат Это ключе Дверей Чидерлунгской церкви Святого Афанасия Который был построен В 1867 году Тоже вот Глядя на этот ключ Очень интересно становится Если честно Такой харизматичный предмет Помимо этого Тут есть Серия предметов Времен Первой Мировой войны Это всевозможные Штык-ножи Остатки револьверов Ну и сразу же Здесь такая Небольшая экспозиция Времен Второй Мировой войны Великой Отечественной Это и Специальное приспособление Для передачи С помощью Азбуки Морзе Ну и конечно же Несколько Разных Интересных Вариантов Снарядов Еще один Интересный Экспонат Это например Вот этот Патефон Который Как уверяют Работники Этого музея До сих пор Работает Ну и еще Вот такие Интересные Национальные Инструменты Которыми Пользовались На самом деле Еще в середине Прошлого века Вот такой Своеобразный Вариант Альтернативы Скрипки Ну и еще Несколько Интересных Предметов Вот например То что У нас Молдаван Называется Каса Мария То есть Это по факту Приданное Или Всевозможные Другие Атрибуты Которые Сопровождают Человека По жизни Помимо Этого Вот очень Интересные Вот такие Национальные Колебасы Которые Насколько Я знаю До сих пор Изготавливаются В Чидерлунге Вот с таким Вот очень На мой взгляд Харизматичным Симпатичным Орнаментом Ну и конечно То Без чего Мы не представляем Ни наш Молдавский Колорит Ни гагаузский Ни болгарский Это конечно Настенные И напольные Ковры Во-первых Очень Красивые Орнаменты Если Сравнивать С современными Коврами То К сожалению Современные Ковры Даже Несколько Уступают Помимо Этого Конечно Старый Ткацкий Станок С помощью Которого Подобные Ковры Изготавливали Ну и тут Специальные Станки Для Изготовления Овечьей Пряжи Это все Что мы вам Сегодня Успели Рассказать О Чедерлунге Продолжение Ожидает Уже В пятницу Ну а мы С вами Увидимся Как всегда В нашей Утренней Студии На этом Будем с вами Прощаться Наши дорогие Игричи Любимые Утречка Это прекрасно Вы начинали В компании С Тейс Размовской Дмитрием Спиваковым И еще Нас Кафе Классик Хочется сделать Реверанс Но юбка Коротковата Поэтому Обойдемся Без реверансов А то знаешь Мало ли Как у людей После этого Утро задаться Хорошего вам Дня В продолжении Увидимся Как всегда Завтра утром В это же время Все Всем пока-пока И прекрасного дня Пока Данный материал Содержит элементы рекламы Генеральный спонсор показа Нас Кафе